итак всем привет всем привет привет на повестке дня сборочка канала девелопер windows 11 24 h2 номер сборки 25 188 давайте перейдем на windows 11 виртуальную машину и поговорим с вами значит что новенького у нас давайте по-домашнему сегодня что у нас новенького новые настройки сенсорной клавиатуры доступны новые настройки сенсорные клавиатуры которые заменяют флажок показывать сенсорную клавиатуру при отсутствии подключенной клавиатуры в разделе параметры время и язык вот сенсорная клавиатура давайте пройдем параметры время и язык вот сенсорная клавиатура да у нас теперь видите все по-новому вот новый параметр показывать сенсорную клавиатуру при отсутствии подключенной клавиатуры. Никогда не показывает сенсорную клавиатуру, даже если аппаратная клавиатура не подключена. Когда клавиатура не подключена, будет показывать сенсорную клавиатуру только когда устройство используется как планшет, без аппаратной клавиатуры. Всегда будет показывать сенсорную клавиатуру, даже если подключена аппаратная. Далее, вот мое любимое, вот я не знаю как кому? Мое любимое. Улучшения и изменения. Я с гордостью вам сейчас буду говорить. Терминал Windows. Windows терминал теперь является терминалом по умолчанию Windows 11. Это означает, что все приложения командной строки будут автоматически открываться в Windows терминал. Настройки для этого изменения можно найти в меню параметры конфиденциальности защита для разработчиков. Обратите внимание, что для этой функции требуется Windows терминал версии 1.15 и выше. Я вообще очень ждал вот этого изменения, потому что терминал, так как я пользуюсь macOS, давайте перейдем. У меня здесь, как и у всех маководов и кинтошников, привычнее же терминал. У нас здесь нет командной строки. Так же как и в линуксе. В линуксе ее подавно нет. Там испокон веков был терминал. Переходим обратно на Windows 11. Параметры конфиденциальности и защита для разработчиков. Терминал выберите предложение терминал по умолчанию для размещения предложения командной строки. Да, терминал Windows видите 1.15. Вот, теперь он по умолчанию будет. Подождите, а командная строка тогда где у нас? Командная строка. Ну-ка, что-то меня это заинтересовало. Она на месте, она просто не по умолчанию. И удалить ее нельзя, я бы ее удалил. Да ладно. Поехали дальше. Меня очень радуют такие изменения. Обновлены страницы свойств Wi-Fi и VPN. Приложение параметры. Теперь они включают ссылку на расширенные свойства для этой сети. Параметры. Сети интернет. Да, здесь у нас, наверное, когда добавится VPN, если добавить VPN, то будут расширенные свойства. А насчет Wi-Fi. А, у меня аж виртуальная машина и здесь Wi-Fi. Да, он уже подключен, он подключен свойствами macOS. Я понял. Я понял, понял, понял. Это все. Ну вот, чтобы вы знали про такое нововведение. Также есть перечень исправленных проблем. Давайте посмотрим. В сборке 25188. Исправленные проблемы. Панель задач. Исправлена проблема, связанная с переполнением панели задач, которая влияла на надежность работы Explorer. Пуск. Исправлена проблема, из-за которой в разделе «Рекомендуем» в меню «Пуск» отображался только один столбец вместо двух. Исправлена ошибка, из-за которой экранный диктор дважды зачитывал строку поиска в меню «Пуск». Исправлена проблема, из-за которой клавиши доступа подчеркнутые буквы в Win плюс X имели дублирующиеся определения, когда обновление ожидало перезагрузки. Проводник Windows. Исправлена проблема, из-за которой некоторые инсайдеры испытывали повторяющийся сбой Explorer при попытке доступа к определенным папкам на их системах в последних сборках на канале Dev. Исправлена недавняя проблема, из-за которой, если проводник Windows был открыт при переключении между светлым и темным режимом, вы могли получить нечитаемый текст, либо пользовательский интерфейс. Отображался неправильным цветом. Да, такое было даже на 22H2 у моего подписчика. В общем, мы обновили на версии 22H2. Она стала доступна в релиз превью, это сборочка 22621. И там нечитаемый текст был и на рабочем столе, и в проводнике. Это, видимо, какой-то баг. Я надеюсь, что его исправят к релизу 22H2. 22H2 у нас ожидается 20 сентября, но посмотрим, может компания Microsoft успеет все пофиксить в версии 22H2, чтобы не к чему было придраться. Исправлена проблема, из-за которой Explorer аварийно завершал работу при открытии папок с определенными изображениями. Стрелка вверх больше не должна быть неправильно выровнена в проводнике Windows. Исправлена проблема, из-за которой папки рабочий стол изображения или документы не могли быть откреплены от папок быстрого доступа. Исправлен сбой Explorer, который мог произойти при прерывании запуска проводника Windows, например, если вы пытались получить доступ к сетевому ресурсу из диалога выполнить. Вам было предложено ввести учетные данные, а затем вместо их ввода вы нажали отмену. Если заголовок вкладки слишком длинный, чтобы полностью отобразиться в доступном пространстве при наведении на него курсора мыши, теперь отображается всплывающая подсказка с полным названием. Исправлена проблема, из-за которой Explorer мог завершиться при закрытии проводника Windows. А вот это часто очень было даже на Windows 8 и 10. Исправлена проблема, из-за которой клавиша удаления иногда неожиданно не срабатывала на файлы в проводнике Windows. Удалена панель инструментов, которую некоторые пользователи неожиданно видели, вид редактировать и так далее. После введения вкладок в проводники Windows. В рамках этого также была удалена опция всегда показывать меню в параметрах папок, которая ничего не делала. Это не весь перечень исправленных проблем. Исправленные проблемы можно почитать в Windows blogs, то есть в блоге Windows. Ссылочку оставлю в описании. Я считаю, что эта сборочка заслуживает внимания. Данное обновление это обновление 24H2. Намечено оно на осень 2024 года. Был один интересный комментарий касательно Windows 11, но мы вернемся к этому в следующем ролике. А с вас лайк, подписка, комментарий. Спасибо за просмотр. Увидимся в новых видео. Всем пока-пока.